Добрый день, дорогие друзья! Я хочу сегодня подойти опять к своему винограду. Вот так он у нас зимовал, под стареньким агрилом. И сейчас также он находится под пленкой. Только агрил был под пленкой, а сейчас он у нас над пленкой. На ночь мы лозы свои накрываем, потому что 3 мая у нас было минус 4 градуса. А вчера у нас четвертого было минус 2 градуса. Но двойной слой агрила все-таки спасает роснувшиеся уже точки. Вот у нас так выглядят лозочки. Здесь кишмиш памяти Домковской бессемянной. Но, конечно, можно было бы уже развязать. На юге красотища, уже подвязан виноград. У нас этого сделать пока в Кузбассе невозможно. Почему? Да потому что вот такие возвратные морозы, они и порешат весь куст. А нужно уже проводить работы. Мы сами такие еще молодые виноградари, только учимся. Учимся у более опытных, более старших. Но вот уже знаем, что нужно проделать вот такие операции. Вот, например, сюда камеру направь. Вот сдвоенная почка. И такие почки нужно убирать, освобождать и оставлять более сильную. Вот тоже более слабую. Один листик убираем. Эту почку оставляем. То есть по лозе нужно пройти, посмотреть, где есть двойнички. И вот такие двойнички аккуратно вот так вот выломать. И оставить более сильные такие побеги, которые будут молодыми лосками. Вот такую операцию нужно проделать до тех пор, пока не развернулся лист. Вот, например, тоже. Вот этот будет побег мешать. Здесь мы не развязываем, потому что тоже будет задевать зелень за целлофан. Вот. Вот тут тоже двойничок будет. Ну, тут стебли еще будут зачищаться, убираться. Но как только мы выставим шпалеры, делаем еще одну операцию. Уберем еще излишние те, которые на самой старой древесине. Вот. В скором времени, я надеюсь, что мы приобретем поликарбонат и сделаем такие дуги. И уже у нас будет не целлофан, а поликарбонатная такая траншейная, ну, как тепличка. Мы выращиваем виноград. Вот сейчас мы его подрыхлили, мы его почистили немножечко от одуванчика, потому что вот такие благодатные под целлофаном условия складываются, что, ну, хорошо, что у нас курочки, это мы все повырезали. Немножко конского навоза подсыпали. В общем-то, пролили. И у нас готов, по сути, уже к цветению. Вот, надо сказать, что у Алешенькиного уже вот такие груздочки большие набраны. Но тоже, где сдвоенные, надо просмотреть будет и убрать. Такие двойнички, почки. Ну, вот так вот у нас виноград растет до тех пор, что и цветет. На цветение бывает в теплые дни. Если выпадает, открываем, чтобы опыление произошло. А так, связанные в пучках, они будут до тех пор, пока закончатся возвратные заморозки. В прошлом году повезло, мы 10-го числа примерно открыли уже и вывесили на шпалеры. А в этом году мы еще шпалеры и не ставим. Вот пока открываем, накрываем. Ну, надеемся, что как-то сохраним наш урожай этого года высокосного. И я думаю, что летом еще сохранить бы отграда и осенью будем с урожаем. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok